Ну вот теперь как надо, можно начинать. Galaxy A8 2018 Средний класс от Samsung по цене флагманов и мощный подбородок девятой галактики. Черный лайтнинг за биточек. Эппл вышел за покупками. Блокировка ютуб и твиттер. Но это не точно. Порно выходит на новый уровень. Корейцы и дверные петли. Китайцы и тонкие рамки. Плюс немного о сканере в экране, о Старворс и Эминэме. Погнали. Сидишь рассказываешь про все эти новости технологии и при этом замечаешь их максимум в своем смартфоне. Вот он стал быстрее, вот вместо пальца появилось фейс-айди, но вокруг особо. Ничего не меняется и не умнеет. Все так же приходится просить включить чайник на кухне, играть в камень-ножинцы-бумагу на то, кто пойдет перед сном выключать свет, а при покупке нового айфона удалять программу дом, просто чтобы глаза не мозолило. Поздно заморачиваться и устанавливать систему умного дома. Это дорого, да и не так уж просто. В общем, я бы плюнула и отказалась от этой идеи, но тут ребята из компании Артея прислали мне набор для умного дома Сейвер. Говорят, попробуй. Не очень дорого, а главное, никакой прокладки проводов, никаких монтажников. Даже ты, Наташа, справишься. И таки да, справилась. Состоит комплект из двух умных розеток с вайфай-модулем. Вставили, включили, подключили к сети, готово. Теперь можно не беспокоиться о невыключенном утюге или о дистанционном выключении света из вашей кроватки или из любой другой точки мира. И вы такие, прикольно, но слишком просто, умные розетки. Согласна. Основная фишка Сейвер это два USB-порта, и они тут не только для зарядки вашего смартфона, но и для установки одного из четырех типов датчиков. Движения, инфракрасного, радио и атмосферного. Комбинировать можно как угодно, например, в розетке в комнате я установила два датчика, инфракрасный и атмосферный. Во-первых, буду управлять телевизором и другой бытовой техникой прямо со смартфона, его можно обучить любым пультом. А во-вторых, глянув на температуру с помощью атмосферного датчика, перед приходом домой буду включать кондиционер, благодаря все тому же универсальному пульту на смартфоне. Как я уже говорила, комбинации уйма, можно задавать целые цепочки действий. Открыли дверь, сработал датчик движения, хоп, и сейвер включил свет и марш на аудиосистеме. Люблю, знаете ли, домой под марш заходить. Кроме того, сейвер, оправдывая свое название, способен не только защитить от резких скачков напряжения, но и выступает эдаким анализатором напряжения в сети, со статистикой на 30 дней. Если из-за скачка сгорит что-то, незащищенное умной розеткой, как минимум будет, что предъявить энергокомпании. Узнать больше о наборе можно внизу по ссылке, плюс по промокоду вилса2017 можно получить дополнительные 10% скидки. Переходи, смотри и будь умнее. Ну, в плане, делай свой дом умнее. В последнее время появилась у меня традиция в каждом выпуске рассказывать о Galaxy S9. Не стану же я ее изменять в этот раз. В сети появился рендер девятки от известного инсайдера OnLeaks. Чем он отличается от тысячи других? Да тем, что с высокой степенью вероятности это не фантазия очередного дизайнера, ибо OnLeaks товарищ авторитетный, в распространении откровенных фейков замечен не был и делает свои рендеры на основании инженерных кад-чертежей. Итак, девятка, судя по всему, будет практически полным аналогом восьмерки, за исключением переноса сканера отпечатка под камеру и двойного модуля этой самой камеры в плюс модели. Уменьшенного подбородка и более тонких рамочек, как видите, нет. Еще один известный инсайдер опубликовал в своем инстаграме фотографию, предположительно сделанную на Galaxy S9. Обещает совершенно новый тип сенсоров, снимающий ночью как днем, и трехкратный оптический зум. Вот это зум. Что же, остается дождаться анонса девятки, который состоится 26 февраля, и выяснить, кто был прав, а кто не очень. Глядишь, и материал крышки изменят на керамику. Не удержали корейцы и информацию о топовом середнячке Galaxy A8+. Мало того, что кто-то залил жуткое вертикальное видео с новинкой в руке, так еще и сами же выложили на своем сайте инструкцию к все еще не анонсированному аппарату. Из нее, например, можно узнать о том, что единственный динамик в традициях А-серии расположен сверху на правом торце. Внешне А8 и А8+, эдакий Pixel 2 XL. Вроде как и безрамочник, но не совсем. Тут и широкий лоб, подбородок и отсутствие закругленных торцов. Ну так боя. Сделано явно так, чтобы выглядеть не лучше топовых галактик. А вот характеристики на уровне. Экран не такой четкий, как в восьмерках, но в целом ок. Процессор новый и с учетом разрешения производительности будет с запасом. Единственный вопрос, зачем при цене в 600 долларов покупать его, а не подешевевшие флагманские Galaxy S8? Ради двойной фронтальной камеры для портретиков и более удобного расположения сканер-отпечатков? Надеюсь, Samsung все объяснит. Презентация А серии вроде как пройдет на CES в январе. 14 декабря таки стартовали продажи долгожданного iMac Pro. От 5000 долларов плюс налоги в США, от 5500 евро в Европе и от 380 тысяч в России за базовую версию. В РФ нет возможности заказать кастом. Из доступных опций VESA Mount для крепления на стену. Впрочем даже базовой версии хватит для 98% пользователей. Моноблок спокойно справится как с 4К монтажом на 60 кадрах, так и с 3D моделированием. А кастом это как раз для тех 2%, которым бы я порекомендовала дождаться модульного Mac Pro. Ну и конечно же для твитов из серии Apple офигели и продают компьютеры по цене однокомнатной квартиры слэш биткоина. Вот ради них придется идти на немецкий сайт и докидывать все опции для достижения максимальной цены в 15 600 евро. Неожиданный ажиотаж вызвал черный лайтнинг шнурок, поставляющийся в комплекте с iMac Pro для зарядки периферии. Купить отдельно его на данный момент невозможно, только в комплекте. Уверена, уже скоро на ebay их начнут толкать долларов по 100. Ну а остальным жаждущим черного и элитного помогут китайцы с Алиэкспресс. Знаете, то самое чувство, когда у тебя лежат деньги, и ты такой, как бы не купить начато бесполезное? Бывает такое и у крупных компаний. Например, Apple на этой неделе за 400 миллионов долларов купили сервис по определению музыки Shazam. Зачем? Говорят, чтобы не платить комиссию. Shazam – старая и популярная программа для определения музыки как на Android, так и на iOS, с миллионами пользователей. Плюс яблочники использовали Shazam в Сирии и, очевидно, платили за это комиссию, как и за каждый клик по ссылке «Купить в iTunes». Возможно, размер общей годовой комиссии достиг таких размеров, что купертиновцам было просто выгоднее купить всю компанию, а возможно, Куку было просто грустненько и он отправился на шопинг. Для компании с самым большим количеством налички – 400 миллионов – это так. Пыль на рояле. И все-таки, как мне кажется, основная причина – это дальнейшее развитие Apple Music и плотная интеграция алгоритмов Shazam в сервис. Вот бы Shazam улучшил отвратительный алгоритм подбора музыки в радио на основании песни артиста. Ну так, хотя бы до уровня Spotify. На Shazam яблочники не остановились и инвестировали 390 миллионов долларов в компанию Finisar, которая производит Dot Projector, проецирующий лазерные лучи для работы Face ID. Видимо, Apple планирует улучшить качество и скорость распознавания системы, еще бы. Оно явно оказалось не такой уж идеальной. Кроме того, явно планируется расширять область применения и устанавливать систему в маки, айпады. А вообще, там вон очередной скандал – Face ID не смогло двух разных хитаянок отличить, так же все правильно инвестируют. Даже чуть раньше надо было. Помните ребят, которые хотели заблокировать Телеграм? Как их там? А, да, Роскомнадзор. Так вот, на этой неделе они разошлись не на шутку и 13-го числа решили заблокировать Твиттер, а 14-го пригрозили закрыть Ютуб на территории Российской Федерации. Так в чем же причина? Надзорное ведомство по требованию генпрокуратуры пообещало заблокировать работу соцсетей, если в течение суток из соцсети не будет удален аккаунт оппозиционной организации «Открытая Россия», которая якобы призывала к экстремизму. Прошло 24 часа, само собой аккаунты никто не удалил, так что, к сожалению, большинство из вас посмотреть этот ролик на ютюбе не сможет. Хотя подождите, Роскомнадзор в очередной раз включил заднюю и, как в случае с Телеграмом, из агрессивного состояния перешел в стадию «ну, мы пока поведем переговоры». В очередной раз надзорщики посотрясали воздух, взорвали благосферу, дали крутой информационный повод и ушли отсыпаться. Зачем и почему они так делают? Решительно непонятно. Пишите в комментариях свои варианты. Нейросети Для обывателя звучит как музыка, как нечто возвышенное, максимально приближенное к искусственному интеллекту. Вот бы везде нейросети, и тогда уж заживем, да? Нет. На неделе человек под ником Deepfakes выложил порнографический ролик с прекрасной Гальгадот в главной роли. И это не слив, как у Дженнифер Лоуренс, а созданный при помощи открытых алгоритмов машинного обучения ролик, в котором лицо порно актрисы Грейс Эванжелин заменили на Галина, и выглядит это, блин, довольно реалистично. Кишесклейка не везде идеальна, но в некоторых ракурсах, как живая. Я, знаете ли, изучила довольно внимательно. Deepfakes использовал в библиотеке TensorFlow и Keras, а также ПК с мощной видеокартой, и натренировал свою сеть с помощью роликов на YouTube, и изображений в Google, и добился максимально простого процесса создания таких видосиков. Нейросеть сама отслеживает положение глаз, рта, лица актрисы на видео, и подгоняет под него фото звезд, пытаясь добиться максимальной естественности. Все автоматизировано, и на создание одного ролика уходит лишь парочка часов. Получается, что скоро школьник сможет взять и сделать порнушку с любой актрисой, с любой блогершей. Эй, вы что-то совсем перестанете смотреть мои видео. А уж на какой уровень сможет выйти ревенж-порн? Это страшно представить. Если не в курсе, это когда вы начинаете сливать в интернет эдакие ролики с бывшей. А вот звездам, как мне кажется, грех жаловаться, когда в очереду раз ломанутай клауд и гонят видосы, она сможет сказать, что это все результат работы нейросетей. Удобно. Одних порну актрис жалко. Зря красятся, стараются. Не так давно ZTE представили Axon M. Модель оказалась явно нишевой и слабой. Идея вроде неплоха, но реализация подкачала. Короче, все про него сняли видосики, немного посмеялись, поудивлялись, да и забыли. И тут вдруг в сети появляется самсунговский патент на аппарат с двумя экранами на петлях. Неужели корейцы тоже решили выпустить подобный смартфон, но сделать все как надо? На первый взгляд их вариант обладает как минимум парочкой важных преимуществ. Нет рамок у дисплея, а значит два изображения будут практически встык друг к другу. Во-вторых, петли позволяют сложить смартфон экранами внутрь для транспортировки. В случае использования экранами наружу, сенсоры автоматически определят, каким экраном в данный момент пользуются и отключают второй дисплей под экраном для экономии энергии. Впрочем, в самолет достаточно будет просто вывести на него черную картинку или часы. В третьем режиме один из экранов превращается в сенсорную панель для управления, а второй используется для отображения картинки, игры, редактирования фото и вот это вот все. Никаких сроков выхода подобной модели в патенте, конечно, не содержится, но было бы неплохо, если бы самсунг рискнул и все-таки попытался. Ну, чисто так, для разнообразия. Кстати, о разнообразии. Там утекли первые живые фоточки флагманского Meizu 15 и 15+. Лежит вот у кого-то на кроватке, весь такой очень безрамочный по трем сторонам, но с подбородком и даже со сканером отпечатка кнопкой на передней панели. Разговорного динамика нет, видать будет пьезодинамическая передача звука, как в первом Mi Mix. Мда, тогда качество, конечно, будет не очень. Камер две, а вот о характеристиках пока ничего не известно и интересно, что там будет в свете того, что АМТК отказались от топовых процессоров и Meizu теперь либо с Самсунгом об эксинусе договариваться, либо ставить Snapdragon, как у всех. Выйдут пятнашки весной по цене от 450 до 550 долларов. Неплохо. Пока купертиновцы вкладываются в доработку Face ID, другие доводят до ума сканера отпечатка, встроенная в экран. Свою технологию уже представил Qualcomm. А недавно конкурирующая фирма Synaptics выкатила свою с названием Clear ID. Сенсор работает с OLED-экранами и позволяет считывать отпечаток в конкретной точке дисплея. Скорость работы обещают в два раза быстрее, чем у Face ID. Более логичным было бы сравнение с Touch ID, но там, видать, цифры будут не в пользу Synaptics. По утверждениям компании, один из пяти крупных вендоров уже заказал датчик для будущего флагмана. Ставлю на то, что это был Самсунг. Покажут Clear ID уже в январе на ЦЕС на примере смартфона Вайва X-Play 7. Напомню, выглядит он предположительно вот так. И рискует стать самым безрамочным аппаратом в мире. В кино на этой неделе они. Звездные войны. Последние джедаи. Нет никакого смысла советовать вам на них идти. Кто хотел и ждал, уже был. Или вот-вот пойдет. А если вам до легендарной космо-оперы нет никакого дела, то вас в кинотеатр никакими плюшками не загнать. Расскажу лучше о своих впечатлениях. Мне прям очень-очень понравилось. Намного лучше седьмой части. И кто бы что ни говорил, это не ремейк, а самостоятельный фильм. Да, есть схожие моменты, но сюжет интересен и местами даже удивляет. Создается ощущение, что Дисней прочитали все фанатские теории и специально сделали все не так. Хотя, может, это они их сами и распространяли. Могу понять тех фанатов ЗВ, которым фильм не зашел. В нем есть странные, криповые моменты и не всегда уместный юморок. Тут многое не присущее остальным фильмам серии самоиронии и слишком вольное отношение к швятому канону. Но лично мне это вообще не испортило впечатление и единственное мое нарекание – это хронометраж. Отбросить парочку сюжетных линий и фильм не стал бы хуже. Впрочем, за то, как они повернули отношение зрителя к Кайло Рену, хотя лично я его никогда не гнобила и сразу заценила, за то, как они раскрыли этого персонажа из-за мощнейшего люка, я готова простить фильму еще три трехминутных подойки космического ждуна. Кто видел, тот поймет. Музыкальные рекомендации недели. Чувак, это рэпчик. Даже два, точнее три. Альбом Eminem Revival. Маршал вернулся и в компании приглашенных звезд качественно задвигает телеги за политику и прочие социальные темочки. Есть парочка мощных треков с крутым посылом и текстом. Второй рэпер недели – Скриптонит. С двойным альбомом Ураброс, улица 37 и Ураброс зеркала. В третьем альбоме Скрипт вернулся к направлению и настроению, заданному в доме с нормальными явлениями. Никакой веселухи и сладкоголосых подпевок, тут все за жизнь, за пацанов в улице. И про весь этот шоу биз и гламур в зеркалах. Прям хитовых треков про любовь нет, но в целом годного материала столько, что создается ощущение, Скрипт выпустил прощальный альбом. И судя по всему, так оно и есть. В прямом эфире инстаграм Адиль заявил, что сказал все, что хотел. Делать конъюнктурное говно не хочет и года на два-три уходит из рэпа. Концерты, коллабы, синглы и работы в другом жанре. Такие дела, ребята. Так что и у вас, и у меня еще будет время послушать обе эти пластинки очень и очень внимательно. Я же вот пока никуда не ухожу, несмотря на желания многих комментаторов, просто потому, что нам каждую неделю есть о чем поговорить. Так что скоро увидимся. Не забывайте о лайках, подписках на все-все соцсети, особенно инстаграм и телеграм и о праздничных колокольчиках.